Посадили клубнику, посадили малину, все хорошо, ходим, смотрим, любуемся. Когда смотришь вовнутрь куста, заглядываешь, а там бывают цветы, а после цветов ягод нет, то есть они не опыленные. Мы думаем, ну что, в органике нас же надо опылять, объемы большие и так далее, надо же это делать. И, ну все, тут вариантов нет, мы все знаем, что это пчелы, мы начали сразу вести переговоры с нашими пчеловодами, те, которые содержат пасеку, улей, у которых есть. Мы говорим, приезжайте в наше хозяйство, просто поставьте улей, мед нам не надо, просто нам нужно опыление. Наша цель же не мед, нам нужно, чтобы мы получили урожай больше, чем у нас есть. Поэтому мы, мы два года приглашали, каких только мы пчеловодов и любителей приглашали. Ответ был один, какой у вас площадь земли, что вы выращиваете, ой, да это вам нужно 10-15 ульев, а у нас 50, у нас 100, отдельно мы вам 5-10 не поставим, потому что за ними тоже нужно смотреть, уход и так далее. Это нам невыгодно, занимает времени, у нас все в одном месте, как говорится в интенсиве, собрали, сделали, получили свой урожай, прибыли, поехали дальше. Поэтому на протяжении двух лет мы никак не могли найти решение и от безысходности решили, что нам пчелы нужны по-любому. И если даже мы о пчелах ничего не знаем, то это наш, скажем так, этап жизни, чтобы мы могли об этом узнать. Все, смирились с тем, что будем учить про пчел. Был зимний период времени, был месяц запаса. На мероприятии мы познакомились с Романом «Ленивая пасека». Как я слово услышала «Ленивая пасека», я говорю, все, это к нам. Подхожи, Роман, нам вот пасек, у нас хозяйство, все, 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 обучение проводим. Я с Сашей, мужу говорю, Саш, все, мы сейчас научимся, пчелы, ленивая пасека, делать ничего не надо. Тут все свое, радостью. И мы сели с ним за обучение. Мы два месяца учились зимой. Начали читать. И чем больше мы читали, тем больше понимали, сколько надо всего знать. Но потом в одно время мы немножко остановились и говорим, все, у нас есть такой консультант, который нас поправит. И мы в этапе работы будем учиться, потому что, ну все, сразу за месяц, за два не узнать от слова совсем. Надо не бояться и надо двигаться вперед. Поэтому что мы сделали, я говорю, начинаем, стартуем с «Ленивой пасеки». Примерно предисловие мы знаем, как пчелу от осы отличить, и начинаем. Заказали у Романа первые три улья «Ленивой пасеки». Почему? Потому что они отличаются, вы сейчас сами посмотрите, почему мы их в зиму не убираем. То, что касается по труда, затрата от того, что занимаются пчеловоды и сколько они затрачивают своего времени и трудов, то, конечно, если честно признаться, то трудов мы не вкладываем. Сколько ты бываешь на пасеке тысячи сезонов лет? Чтоб трудиться? Не, у меня это делает супруга и вы, и вы, вот, когда приезжаете. Я на пасеке всегда, знаете, что делаю? Когда мы начали изучать пчел, мы нашли ту информацию о том, что пчелы – это наше лекарство. И с помощью их в царские времена люди получали исцеление. Это действительно чудеса. И мы совместно с Романом поставили вот такую здравницу. Это медовая здравница. Сзади нас это Апидо. Сейчас, секундочку. Саш, поди сюда, пожалуйста. А то, мало ли, может быть, кто-то не знает. Мы тут как бы в кругу в семье. Мы, Александр, супруг, и у нас здесь наша дочь, которая около Виугумуса, Лиза. Это наша младшая дочь, которая тоже с нами в нашей идее, в наших трудах. Значит, чуть-чуть перескочу. Вот я в Апидоме бываю практически, прям есть 5-10 минут я тут. Оттуда я понимаю, что через полчаса я там выйду просто другим человеком. Саша тоже. У нас у каждого есть в этом Апидоме свой лежак, где мы получаем восстановление сил, энергию, здоровье и вообще светлый ум. Вот это про это. А чем пропитан домик? Медом? Значит, про Апидом подробности расскажет Роман. Секрет в нем в чем? В этом Апидоме 4 урия. Два лежака. Двери будут открыты в Апидоме. Мы откроем просто двери, чтобы вы визуально посмотрели, но заходить туда, я прошу, не надо. Как бы, ну, это наши, как бы, семейные, уютные места нашего здравия. Значит, под каждым лежаком находятся по два урия, которые лед имеют на улицу, вы их тоже увидите. Внутри пчел нету. Поэтому мы, когда приходим в Апидом, мы просто ложимся каждый на свой лежак. Медицины уже даже доказано. Очень много есть в статье, если интересно, почитайте. Человек больше 7-9 минут в Апидоме не находится без сна. То есть 7-9 минут, если человек без сотовой связи, без этого просто ложится, даже с той мыслью, что я спать не буду, через 9 минут он просто засыпает. И человек восстанавливается тогда на полностью 100%, когда он сам просыпается. Раньше это могло занимать у нас время 2 часа, 3 часа. Но мы, конечно, это могли себе позволить раз в неделю, раз в две недели. А с каждым разом нам хватает 20-30 минут. Ты просто сам открываешь глаза, и все. И жизнь начинается сначала. Ну, это вот, это явность, это вот как есть, это вот наши чувства, наши ощущения, как это работает. Поэтому Роман про Апидом тоже все знает, мы это все делали совместно. Оли, это его проект, мы закупали у них. Там живут пчелы. Значит, как, два слова скажу сама, как мы боремся с клещами, с вредителями, со всеми. Вот ответ один, никак. Значит, у нас пасека разделена на две стороны. Вот тут одна сторона, там другая. Значит, у нас в зиму мы ушли, у нас было 9 семей. А реально к июню у нас осталось 2. Антибиотики не применяем. Кого-то клещ выбил, кто-то слетел, причин много. Вот отпустили так, как оно есть. Вот слетел, умер, но вот это мы не будем применять. Качество меда потрясающе. Просто очень жалко, что сейчас его у нас уже нет. Мед мы не берем летом. Мы мед берем только после того, как остались излишки от пчел. Пчелы зимуют на своем меду. И почему мы не лечим и в эту тему не уходим. Вот природа сколько отняла, столько она и даст. Вот я хочу сказать, что у нас сейчас прилетело 5. В течение весны 5 раев прилетели. Мы подготовили, Роман был у нас с контролем, как к нам приезжает органик сертификации к нам, у нас с ним заключен договор, так и с Романом. Он приезжает раз в год, когда 2 года, если мы еще попросим и так далее. Он проверил, написал рекомендации, что нужно сделать. Мы сами убедились, как это, что работает. Подготовили эти домики для того, чтобы к жизни пчел. Должно быть все чисто, ухоженно и так далее. Все. В июне, в начале июня у нас 5 раев. То есть у нас сейчас 2 уля, которые не заселены. Все. То есть насколько уходит, настолько и пополняется. Вот вмешиваться, чем больше даешь, тем паразиты, вредители больше вырабатывают свой иммунитет. И каждый год увеличиваются эти химические защиты и так далее. И не всегда мы с этим боремся. Нет 100% от того, что внесли химический препарат и клещ умер. Нет такого. Поэтому вот нет, значит вот так должно быть. Поэтому вот путь наш такой. Поэтому мы сейчас движемся туда. Рассказываю про эпидемику, уважаемые друзья. Кто далеко, залезайте на деревья, чтобы было лучше видно, слышно. Я докричу. А по поводу эпидемика я со своей стороны могу сказать следующее. Уважаемые друзья, то есть на самом деле природа настолько мощная, разнообразная, интересная, глубока, что я не знаю ни одного человека, который знает про нее все. Поэтому я могу сказать только то, что я знаю. Но это не значит, что я знаю опять же очень много. То есть есть глубины, до которых лично я пока еще не дошел. Так вот, по поводу эпидемика. Первая информация о том, что я прочитал, лично я об эпидемике, это не помню в какой книге, что монахи еще в революционной России исцеливали себя посредством, заряженной пчелами, это современным языком, воды. Они просто ставили раньше стаканы, баклажки с водой на колоды, там если были ульи, там лежаки, либо там уже рамочные Прокоповича, на ульи, на ночь, на сутки. И потом просто эту воду употребляли и видели, что таким образом они здоровье себе поправляли. Первое. Вторая информация пришла от наших томских ученых. Они интересно проводили опыт, а именно, они при помощи приборов, это ролик даже есть в интернете, можно найти посмотреть, измеряли, по каким параметрам не скажу, ученые там название, но суть заключается в чем, что по своим качествам вода, которая стояла над ульем, она имела структуру абсолютно здоровой клетки человеческого организма. Что это значит? Это значит, что когда человек, мы со своими там болячками, там со своей биоэнергетикой, мы же тоже в основном из воды состоим, то есть вода же она структурируется, и в зависимости от нашего самочувствия, от нашего настроения, от нашего духа, от нашего мировоззрения, от воспитания, от многих таких, они либо искрят, для тех, кто нас видит, да, там, свысока, вот, либо темнеют, как ямы, ух, там грешники страшные, ух, вот. И получается, что когда мы попадаем к пчелам, а пчелы, вот насколько я знаю, это самые, ну, не побоюсь этого слова, чувствительные существа по отношению к нечисти, к нечистоте, они гармонизаторы, и поэтому, когда попадает в их биополе что-то, нечто искаженное, а когда мы ложимся на уле сверху, то мы волей-неволей попадаем в их биополе, они сразу же начинают это все негармонично исправлять. И так, как вот я говорил, что все наши обычно искажения, внутриполевые, энергетические, они очень емкие, они годами, может быть, столетиями в нас раздавались, мгновенно их не исправить. И поэтому ожидать, что пчелы сразу, хоп, сделать всю работу, нет, легче однозначно, но с некоторыми ситуациями им нужно работать долго. И вот здесь как раз возникает преемственность. Когда вы, у вас есть своя лежанка, приходите туда, и с вами начинают работать пчелы. Когда вы приходите второй раз, они начинают продолжать то, с чего начали. Понимаете мне, да? Они уже понимают, они исправляют, исправляют, пошаговую ситуацию исправляют. А теперь, представьте, нас шесть. Пришел я, у меня одно, они начали работать. Я ушел, пришли вы, у вас другое, они переключились на вас, начали вас. Вы ушли, пришел человек, у него третий. Понимаете, да? Они не поступательно исправляют и делают гармонию. Они делают, начинают, бросают, не доделывая. Это очень сильно бьют по энергетике, это очень сильно бьют по их физическому состоянию. Это к чему? Это к тому, что на самом деле вот такой домик, и даже вот членам семьи не рекомендуется спать на одной лежанке. Детям, исключение, там до трех, не ошибаюсь, до пяти лет. Это возможно. Там с мамой. А так у каждого человека свои лекари, природные, которые непосредственно занимаются излечением внутреннего состояния человека посредством, наверное, самого деликатного массажа, который только можно придумать. Это при помощи, мы называем это эффект биорезонанса. То есть, когда пчелы сами по себе, существа, у которых и энергетика, и ферментный состав меда, и количество ядер сознания, они схожи с человеческим организмом. И поэтому мы настолько синхронны, они под нас постраиваются, когда мы с ними начинаем взаимодействовать. И поэтому, когда мы попадаем в биополе, получается физика, биорезонанс, когда частота совпадает, сразу же качественно поднимаясь в всплеском параметры, и мы исцеляемся, мы наполняемся силой. Это очень мощная процедура. Искренне желаю каждому испытать ее на себе. Но, повторюсь, лучше, как в бане, не в общественной. Если нет биопидомика, то хотя бы к улью подойдите, скамеечку поставьте, табуретку спиной прислонитесь, расслабьтесь полностью, и попробуйте ощутить, потому что у биополе пчелина семьи порядка 10 метров у эпитека, скажем так, вокруг, рядышком, это можно почувствовать, и ощутить даже в этом случае благотворное воздействие их энергетики на нашу душу, на наше самочувствие. А эпидомик, допустим, это следующий этап, это еще круче, там можно больше подремать. А во время сна мы расслабляемся, и наше сознание не контролирует изменения, и поэтому они исцеляют так, как только они могут это сделать. На этом все, уважаемые друзья. Если есть вопросы, задавайте. Уважаемые друзья, лично я знаю две системы пчеловождения, две технологии. Это одна технология наша, она же естественная, она же еще дореволюционная, которую использовали в деревнях и до сих пор еще используют. А вторая технология, это интенсивная, она не русская, она к нам пришла из-за рубежа. Она пришла к нам в начале прошлого века, в 1919 году, когда был издан первый декрет молодой северской республики о пчелах, и тогда все пчеловодство в России, оно было переключено с колод и с лежаков и с бордей на магазинные улии американской типа Додану, и все учебные заведения страны, все полностью перешли на подготовку именно специалистов, так называемых, которые работают с американскими улями системы Додану. Уважаемые друзья, ничего лично я против американской системы пчеловождения не имею. Ага, здесь просто дело в чем, с моей точки зрения. Каждому, где родился, там пригодился, каждому фрукту, да, со своей грядкой. Это к чему? Вся Америка, она находится на широте Сочи и ниже. Там другой климат, там другая биология пчелиной семьи, там другие условия выживания. Там, вот, есть такое правило Бергмана. Интересно, поищите, очень полезное правило. О чем оно говорит? Оно говорит, это признанное, это неоспоримое ученым миром. Оно говорит о том, что чем севернее проживает биологический объект, тем у него больше физическое тело. А именно, самые крупные медведи на севере, самые крупные волки на севере, самые крупные пчелы на севере. А Америка, это юг наш, да? А на юге, там очень длинное лето. У нас лето короткое. Если у нас не будет большой массы у пчел, они физически не успеют собрать нужное количество меда за короткий период основной медовзятки. Ну, не успеют. И поэтому у нас в семье среднерусской пчелы доходит в течение сезона, во время взятка основного, это примерно июль, середина, да? До 100 тысяч особей, представьте себе, какая огромная армия. А их пытаются засунуть в маленькие доданы, даже их настраивая. Но не засунуть нашего медведя, вот такого мощного, в какую-то коробку из-под ботинок, понимаете? Вот на юге пчелы живут семейками, уважаемые друзья, это килограмм, полтора, и размножаются райками. Размножаются фактически в течение всего сезона. У нас, если пчела родит два ребенка, она может погибнуть. Потому что, во-первых, дети должны успеть к зиме подготовиться. Во-вторых, родители должны к зиме подготовиться. И если она будет бездумно рожать, она не сможет его сделать. Это как вот весь виноград, я бы не перегрузить урожаем, они умрут. Потому что они все дадут детям, а сами они к зиме не подготовят. Нужно количество прямых веществ. И поэтому американская система, ну никак у нас не может прижиться. Но мы вот как эти ежики, которые плачут, там тужатся, но продолжают есть кактусы. Ну не наши, но мы все равно ее делаем. И ладно бы, если бы это было хорошо, к чему это привело? Россия сейчас занимает 34-39 место по мировым рейтингам, по медам, по продажам. Диастаза с 1974 года, да по нынешней, официальная диастаза в России упала значительно. А именно, раньше в учебниках советских по пчеловодству было указано, что хороший мед, диастазное число, это такой параметр, который определяет мед перед вами или не мед. Влажность, сахара, это же вторичное. То есть диастаза основной параметр, по которому определяет мед перед вами или не мед. Если меньше определенного количества, не мед, если больше, мед. Вот раньше, в советское время, в 70-е годы, прошлого века, хорошим считался мед с диастазой 17-9. От 10 до 17-9 считался слабый мед, но уже все, слабый. Меньше 10 категорически было запрещено продавать в магазинах. Это уже считался не мед. Наша Россия, до недавнего времени у нас, чтобы вещество имело право называться медом, цифра должна была быть 7. Меньше? Меньше. Сейчас подтянулись до Евросоюза, сделали 8. В Германии 15, а у нас 8. И понимаете, это я к чему, уважаемые друзья? Это я к тому, что и плюс ко всему еще, сейчас современное пчеловодство, как и современное сельское хозяйство, оно фактически невозможно без лекарств. Народ уже начинает антибиотики употреблять, своим пчелам давать. То есть, если, а все это попадает в мед. Вот эта пресловутая аллергия у людей на мед, чаще всего, просто аллергия у людей на те лекарства, которые в мед попали. А если человек, индивидуальная несовместимость к антибиотику, съел он такой мед, и все, и больше он мед уже не ест. Вот, это озвученная информация была официально на московской конференции, проходящей в 18-м году, первый слет пчеловодских производителей за 25 лет. И там совершенно спокойно люди из государственных учреждений вышли на сцену и эту информацию озвучили. Потому что на самом деле пчеловодство наше в тупике. Официально, ну вот такое вот, индустриальное, или, как я его называю, американское. В то же время, на протяжении всего этого времени, как есть, было беспахотное земледелье, так оно до сих пор осталось. Так же, как было естественное пчеловодство, так же, но и сейчас есть. Чем отличается? Пчелы живут вольно, как Светлана говорила. Наша задача создать для них условия. Мы не учим их делать мед, и не объясняем, как это делать. Они это знают лучше, чем мы. Наша задача, им условия создать максимально приемлемые для их жизни. И не мешать. Вот сколько сделают, столько сделают. Мы забираем излишки, один раз в год, в начале зимы, когда пчелы собираются в клуб, и видно, что мы можем забрать. Что наше, что пчелы. По качеству мед, который производят пчелы, естественным образом, он не соизмерим с тем медом, который продается в магазинах и на рынках. Вообще не соизмерим. Самый дорогой мед, который я знаю на российском рынке, который сейчас продается, это реализует австралийская и новозеландская контора под названием Манука. Их мед стоит в интернете, смотрите, от 14 до 80 тысяч рублей за килограмм. И народ покупает. Наши парни, пасечники, не могут продать толком по 600. Вынуждены. По 1000 это вообще, что цена какая-то заоблачная. Ребята, от 14. Это к чему, уважаемые друзья. На нашем рынке нет медов элитного качества. А вот такие ульи, если пчелы предоставлены себе, они делают то, что они умеют делать лучше всех. Они умеют делать натуральный мед. И парадокс в том, что обычный натуральный мед на данный момент, это мед элитного качества, потому что его нет на рынке. Есть медовая продукция, есть медовые смеси. Меда натурального нет. Это тот, который делает чудеса. Более подробно я об этом расскажу. Во время вступления. Вот, вы видите, я здесь стою, махаю руками, да, без защиты. Кто-нибудь на вас гафнул? Вот из пчелок. Кто-нибудь как-то к вам агрессию проявил? Почему? Потому что вы к ним пришли с уважением. Вам интересно. Вы не злодеи. Вы не пришли здесь их обирать, там, скажем так, представлять рамки и прочее-прочее. Они к людям не относятся, как к врагам, потому что они ощущают людей, их никто не обижает. И если вы, имея улья, начинаете с пчелами общаться, вот здесь скамеечку поставили, сзади скамеечку поставили, можно так устоять, просто и смотреть туда. Вот так они работают. А особенно рекомендую такое времяпровождение для руководителей крупных хозяйств. Почему? Потому что пчелы, это единственное существо, которых я знаю, работая, которых не нужно управлять. Там сотни рабочих. Вот вы стоите, а они работают. Понимаете? Не относят. И никаких от вас, ни ЦУ, ни планеты, ничего не требуют. Приятно, что ж быть, смотришь, а они работают. А что, дурак, что ли? Не надо гусей дразнить. Добрый такой. Об этом домике, об улике, может быть, скажите пару слов, потому что, ну, если в футе мы его не будем видеть. Хорошо. Уважаемые друзья, что такое? Вот этот улей, это не наша придумка, мы его доработали. Просто доработали. Мы сделали его уютным. Вот улей в такой конструкции, историю я расскажу со сцены, пчелы сами живут, вот у самого большого, у нас 10 лет. Что значит сами живут? Мы вообще его не открывали. Вообще. Вот стоял. Вот лично наши пчелы живут в таком уле с 18-го года, уже седьмой год. Мы вообще его не открывали. Это эксперимент. Ни в одном додании пчелы столько не проживут и зароятся. В таком уле, если содержать наших пчел, наших это среднерусских, они рожают детей где-то примерно раз в два года. Раньше нет. Потому что им... Но! Там такие дети, там 3, 5, 7 килограмм, там... И вот ими можно заселить колоду. И самое главное, что, уважаемые друзья, фишка заключается в чем? Пчелы, доказаны учеными, это одни из немногих существ, которые, живя с человеком на протяжении тысяч лет, сотен многих лет, не изменились генетически. Курицы изменились, лошади изменились, которые живут, козы изменились. А пчелы нет. Что это значит? Пчела отсюда рой ушел, в лес, он выживет. Из леса прилетел, будет жить здесь. А эти ульи, они к нам пришли от стариков. Вот лично к нам они пришли со Смоленщины, через моих учителей. Потому что Смоленщина, у нас есть на сайте фотографии, сайт называется «Лениевая пасека РФ», где вот ульи такие же, но другие. Да, они дряхлые, да, они некрасивые. Ну, там раньше лепили, как дальше еще было. Но в них годами, за счет чего? Внутреннего объема. Это улья правильно называется, улья деревянный, толстостенный, деревянный улья лежак, на 24 высокие рамки. Рамки там высокие, вот такие вот. То есть там, если в магазинную соединить гнездовой, будет наш размер рамок. Эта рама к нам тоже пришла от стариков. На таком размере пчел, на таком размере рамки пчел в нашем климате прекрасным образом зимует. Вот. И такой же улей, такой же размер рамок подтвердил опытным путем один наш прекрасный, я считаю, гениальный ученый, пчеловод, который больше 40 лет своей жизни посвятил изучению пчел именно в естественных для них условиях. Уважаемые друзья, очень вас прошу внимания наблюдать. Одно дело, когда вас обучает человек, который родился на кафедре, живет на кафедре и помер на кафедре, да, вот, он никогда не был в поле, он никогда не скакал на лошади, он никогда не ползал в поле, но он обучает полеводству, коневодству и этом салоне пчеловодству. Чему он можно учить? Другое дело, когда человек живет с лошадьми, там, ночует в полях и за пчелы посмотрит. Главное, в естественных для них условиях, потому что суть любого живого существа можно понять изначально, чтобы оно жило хорошо и создать условия, когда вы понимаете его истинные потребности для жизни. Создайте живому существу потребность, вот, нужные ему для жизни условия, и он будет жить так же самостоятельно, как в природе. И вы ему будете, не нужны ухажеры, оно будет давать то, что может, забирайте остатки и дружите, скажем так, и живите с миром. Вот, этот улей, оттуда, он опробирован, ну, больше 100 лет, 150, его качество. Мы могли бы, я обучался вне пчеловодства, там есть хороший музей, рекомендую, если будете в Рыбном, посетите. Там сотни различных конструкций улей. Время не хватит жизни, чтобы каждый из них изучить. А если еще проанализировать, в каком лучше, в каком хуже, это, о, это нужно целой стороной, всеми хозяйствами, заниматься вот именно изучением, сравнением характеристик. Поэтому мы пошли от проверенного метода, который изучили и на протяжении, там, больше 100 лет, подтвердил свою эффективность в хозяйстве крестьян. А крестьян, я уважаю больше, уважаемые друзья, чем академиков. Потому что каждый крестьянин, он на 100% зависит от окружающей природы. Вот раньше, по крайней мере, не было ни этих самых, ни помощи, там, да, ни финансовой. Там, ты один, один с природой. Ты понимаешь, ты успешен. Ты не понимаешь, ну, извини, иди там, батраки, батраки, то есть ты уже не успешен. Они прекрасны, как стационарные ловушки. Да, да, они прополюсованные, они легкие, может, наша улица живая, это больше 50 килограммов. Мы ловим раи. Как Светлана Николаевна сказала, мы запускаем пасеку раями, либо пойманными, либо привозными, но именно раями. Почему? Это отдельная тема. Вот. И дадан, это прекрасная ловушка, в которой замечательным образом идут раи, а раи нам нужны в том, что, уважаемые друзья, почему мы отпускаем такую ситуацию, чтобы пчелы обновлялись. Сильная пасека состоит из сильных семей. Поймите, уважаемые друзья, нет никакого смысла больных вытягивать. Это естественный отбор природы, не надо туда лезть. Я бы много вам рассказывал случаев, но время ограничено. Когда вот человек полез в городской, сентиментальный, против природы, чем-то для него обернулось. Не надо. Почему? Много пчелы, они бесконечны. Когда я понял, что пчеловодство это бесконечный жизненный процесс, вот тогда родилась технология, которую мы назвали «Немая пасека». Жизнь бесконечна. Главное, не против ветра, ну, идите по парусу, да, против ветра, вот, а сделать условия, чтобы было хорошо. А вот тут, посмотрите внимание, уважаемые друзья, там, здесь стенки 5 сантиметров и выше, там 3 с половиной, здесь рамки, ну, хорошо там, если там сложить с теми, но объем зимовать там нет. А в этом, да. И главное, это пример, это же практика. Вот в том уле у меня никогда не получалось получать мед, прошу прощения, пчел сделать мед выше, чем 24 единиц по ГТ. Ну, не получалось, не сколь держал. Специально взял у стариков для экспериментов. В этом, на нашей лесной ледневой пасеке пчелы сделали мед с диастазмом числом 53,7. Я понимаю, что для вас, многих, это пустой звук, это абсолют. Вот просто для меда это абсолют. 50, больше 50, это вообще космос. Это уровень диких пчел, которые живут в природе в Бортях. Это за которыми там идут экспедиции, залезают на деревья, взламывают там дупла. Это вот это. А здесь обычные ульи в лесу. О чем это говорит? Что вот в таких ульях пчелы могут, а лично для меня пчелы делают мед, по качеству меда пчел, можно определить качество, как пчелы живут. Хорошо работникам они делают хорошую продукцию, хреново работникам плохую делают продукцию. Мед 53,7 это это просто лучше просто не придумать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok